Здравствуйте, сударыни и судари! Отвечаю на наиболее часто встречающиеся вопросы по поводу огурцов. Гибнет огурец непонятно по какой причине. Или так ставят вопрос. Вот я обмазала известью, как у вас сказано, и в результате огурец погиб. Нет. Давайте разбираться, в чём причина. Чаще всего такой вопрос возникает, когда огурцы находятся на шпалере. Шейка вот этого огурца, она подвергается микроколебаниям. Появляются маленькие трещинки, и в эти трещинки попадает вода, а вместе с ней и всякие гнили, а гнили всегда находятся в почве, и огурец гибнет. Если вы промазали шейку, но припозднились, то болезнь продолжает прогрессировать. Ведь недаром советуют не только промазать шейку известью, но и подложить туда зёрна триходермина или подлить фитоспорин. Потому что нам нужно уничтожить споры болезнетворных бактерий, гнилий. Я вот эту шейку обмазывала уже не один раз. То есть постоянно приходится подновлять. Только вижу, начинают уши опускать огурцы, я подмазываю. Отчего же могут ещё огурцы болеть? Да от того, что у вас в теплице нет проветривания, застаивается воздух, и из-за этого появляются всевозможные вредители и болезни. Итак, проветривание, промазывание шейки огурца. И у вас не будет проблем. У вас огурцы будут долго-долго. Спасение огурцов в ваших руках. Дерзайте, задавайте вопросы. Я вам отвечу и покажу, как нужно делать. Всего вам доброго. До встречи. Пока-пока. 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 Продолжение следует...